Максим Владимирович, добрый день. Добрый день. Меня зовут Дарина, главный редактор газеты «Общественный прибой». Я сегодня к вам обратилась как к эксперту, как к адвокату, юристу с таким вопросом. Вопрос достаточно острый, с которым я, как журналист, мои коллеги-журналисты, сталкиваются практически ежедневно. Это препятствия журналистской деятельности. В законодательстве Украины в Уголовном кодексе существует статья 171, собственно говоря, препятствия журналистской деятельности. Могли бы вы как адвокат, как юрист, как эксперт в этом вопросе пояснить мне, что это такое положение статьи 171, о чем она гласит? Да, действительно, в Уголовном кодексе Украины содержится статья 171, которая предусматривает ответственность за препятствия законной профессиональной деятельности журналистов. Если мы говорим о законе, то он формулирует данный состав преступления следующим образом. Он говорит о том, что незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистов материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи с своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналистов к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критика субъекта властных полномочий, а также любое другое умышленное препятствование совершению журналистов законной профессиональной деятельности наказывается штрафом от 50 необлагаемых налогов минимумов доходов граждан, либо арестом на срок до 6 месяцев или ограничением от свободы до 3 лет. По сути своей, когда мы обращаемся к данному составу, мы должны понимать несколько важных вещей. Во-первых, журналист должен осуществлять свою профессиональную деятельность. Лицо, которое препятствует его деятельности в той или другой форме, которая предусмотрена составом ст. 171 ГК Украины, должно понимать, что главное лицо является журналистом. Максим Владимирович, могли бы Вы сказать, что же в рамках закона журналист может делать? В согласном положении закона, журналист имеет право собирать, обрабатывать, подготавливать материалы, подготавливать технические средства, которыми он пользуется. Он имеет право в рамках своей профессиональной деятельности иметь доступ к информации, он имеет право освещать отдельные темы, имеет право брать интервью и снимать отдельных лиц, имеет право обращаться в государственные органы за получением определенного рода информации, имеет право в том числе, как предусмотрено законом, и критиковать тех либо других субъектов властных полномочий. Также совершать иные, любые другие действия, которые направлены на выполнение им своих профессиональных обязанностей. Скажите, вот можно ли еще раз про статью 171? Насколько я знаю, она состоит из трех частей. И вот первая часть, вот то, что Вы сейчас рассказали, да, а вторая и третья часть этой статьи о чем гласят? На самом деле, общая формулировка уголовного кодекса предусматривает общий состав, так называемый, который обычно излагается в части первой той либо другой статьи, особенно части уголовного кодекса, и в дальнейшем предусматривает наказание за более тяжкие какие-то действия, которые сопряжены с тем составом, который оглашен в части первой. Соответственно, если мы говорим о 171 уголовного кодекса Украины, то часть вторая говорит о том, что более жестком наказании, скажем так, в случае, если осуществляется в любой форме влияние на журналиста с целью препятствования исполнением своих профессиональных обязанностей или преследования журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью. Соответственно, часть третья говорит о том, что действия, предусмотренные частью второй статьи, данной статьи, если они были сопряжены с использованием должностным лицом своего служебного положения или по предварительному сговору группы лиц. Соответственно, более тяжкие наказания предусмотрены за часть вторую и за часть третью. Можем ли мы рассмотреть какие-то конкретные примеры нарушения данной статьи? Да, на самом деле, на сегодняшнем времени существует судебная практика по этому поводу. Есть немало, скажем так, приговоров, яркими представлениями из них я бы мог привести несколько приговоров, в том числе, которые были вынесены Одесскими районными судами, Николаевским судом. В основном, в своей массе, это те вещи, когда непосредственные участники того-либо другого действия препятствовали закону журналистской деятельности, собственно, которая могла выражаться либо в нанесении неких телесных повреждений, выставлении неких физических препятствий для осуществления или видеосъемки, или взятия интервью. В том числе, были вопиющие случаи, когда журналисты, снимая тот либо другой репортаж, готовились к тому либо другому материалу, собираемый материал по этому поводу, встречались с откровенным физическим воздействием, в том числе, которое выражалось и в нанесении побоя в разной степени тяжести, и в порче имущества. Но данные не являются прерогативой, в том числе были и общие составы, части первой, когда речь шла о препятствовании как таковом в виде внешнего воздействия без тех либо других последствий. Я так понимаю, что существуют конкретные дела уголовные. Могли бы вы назвать номера этих дел, каким судом рассматривались, что-то более конкретное? Для примера я мог вам привести несколько приговоров. Начнем, наверное, с центрального района суд города Николаева, дело номер 490-112-55-15-К, приговор, который был вынесен в 2015 году, в прошлом году, соответственно. Если коротко, то фабула данного дела состоит в том, что журналист прибыл в определенное место для проведения фото-видеосъемки с целью дальнейшего осветления факта, происходящего в собственном помещении. При этом к нему вышли сотрудники, то ли иные лица, которые находились в этом помещении, не начали ему препятствовать, закрывая телом, возможно, съемки, всевозможно, выдворяя его из этого помещения, выталкивая и так далее. Что было квалифицировано правоохранительными органами, как состав преступления предусмотрен в 171, и, соответственно, был вынесен соответствующий приговор Николаевским судом. Также... Позвольте, что по этому делу, какое решение, какое наказание человека принес, какую ответственность? В рамках данного, конкретно данного производства между сторонами было заключено так называемое соглашение о примирении сторон, и, соответственно, лицо ввиду данного примирения было признано виновным, несомненно, но освобождено от отбытия соответствующего наказания, и это уголовная тесня как таковой. Существует такой механизм в уголовном праве. Следующим ярким примером тоже могло бы послужить дело уже нашего Приморского районного суда города Одессы по делу номер 522-24-151-14К, по которому Приморским районным судом был вынесен приговор. Фабула дела тоже довольно проста. Журналисты 5-го канала, центральный телеканал нашей страны, Украины, снимали некий митинг, который проходил под стенами областной госадминистрации, и лицо целенаправленно подошло к журналисту, ударило в камеру, всячески тоже препятствовало проведению видеосъемки. В результате тоже было признано виновным, действия были квалифицированы в качестве статьи 181-й и привлечено к уголовной ответственности. Насколько помню, в данном приговоре также стороны дошли определенного мирового урегулирования, и в дальнейшем лицо было признано виновным, соответственно, понесло соответствующее наказание. Следующим примером я бы привел, наверное, для контраста, скажем так. Это приговор, который был вынесен также Приморским районным судом города Одессы по делу 522-1114-14К, соответственно, в 2014 году. В рамках данного происшествия, скажем так, третий цифровой канал города Одессы снимал размещение торговых павильонов в центре города. По какой-то причине пользователям этих павильонов это очень сильно не понравилось, я бы так сказал. И они нанесли телесные повреждения, в том числе журналистов заставили уйти с этого места, прекратить съемку, нанесли, насколько помню, средней тяжести телесные повреждения. Люди также были привлечены к уголовной ответственности в рамках 171-й и привлечены к ответственности. Спасибо. В рамках примеров конкретных по нарушению статьи 171-й, вот конкретный пример, с которым я столкнулась. Во время съемки, взятия интервью у человека, подготовки репортажа, моему коллеге, который проводил со мной вместе съемку, ударили в камеру. На территории апелляционного суда, во дворе, посторонний человек ударил непосредственно в камеру во время репортажа. Вот могли бы вы прокомментировать в отношении 171-й, в рамках этой статьи, что здесь можно рассмотреть? Ну, давая правовую квалификацию подобного рода действиям, я бы, первый вопрос, который задал бы вам, да, в данном аспекте, знал ли человек, который наносил этот удар, о том, что проводится именно видеосъемка и именно журналистам? Да, я поясню. Во-первых, да, знал, почему я могу делать такие выводы. Во-первых, мы, то есть съемка началась еще раньше, в зале суда, и у меня и у моего коллеги висели бейджи, где написано журналист, наше имя, фамилия, к какой редакции мы относимся, это первое. Второе, уже точно я знаю, да, ну, как бы о последствиях мы говорим, человек даже в своем, в своих пояснениях говорит о том, что, да, должна сказать, что это тоже журналист, то есть журналист напал на журналиста. И в своем заявлении, в своих объяснениях следователю этот журналист, Поднебесная Оксана Сергеевна, указывает о том, что она знала. Более того, прикладывает сама фотографии, где она делает, и говорит о том, что мы журналисты, просто ей какие-то неизвестные. То есть, да, в этот момент данное лицо знало о том, что мы журналисты. Более того, мы обращались именно с интервью, именно с вопросами, с камерами, то есть, представил, все это было, я представилась, да, кто я и так далее. И вот в момент взятия интервью именно был произведен удар по камере. При тех условиях, что человек знал, какие именно действия производятся, при тех условиях, что человек знал о том, что вы или ваши коллеги, которые находились в тот момент времени, вот в этой обстановке, являетесь журналистами и выполняете свою профессиональную деятельность, да, действительно, действия данного человека подпадают под санкцию, под фабулу, скажем так, статьи 171 Главного Кодекса Украины, и я бы их квалифицировал как другое, любое умышленное препятствование совершению журналистам законной профессиональной деятельности. Вот с вашей точки зрения, я понимаю, что существует, да, такое выражение, незнание закона не освобождает от ответственности, но в данном случае, получается, мы имеем такую ситуацию, что, безусловно, некие люди на улице, они могут не знать у Колонного Кодекса, но если мы имеем дело, что журналист напал на журналиста, как по вашему мнению, не отягощает ли это, скажем так, вины? Ну, на самом деле, оно не только отягощает, да, оно подтверждает наличие данной вины. Я бы так об этом говорил, потому что, действительно, человек, который занимается тем либо другим видом деятельности, по моему мнению, если он является профессионалом, то он выясняет аспекты законодательного урегулирования данной деятельности, да, и выясняет аспекты возможной ответственности за нарушение им, тех либо других положений закона, неважно в какой плоскости он находится, в административной, в уголовной, либо в любой другой плоскости, по сути. Поэтому, с учетом тех сведений, которые вы мне говорите, о том, что это было еще и журналисту, мое мнение, что это действительно является отягощающим фактором, поскольку общая догма закона, на самом деле, как вы, верно, говорите, указывает, что незнание закона не освобождает от ответственности. В данном случае я бы говорил о том, что человек должен был знать, как минимум, о данном положении закона и выполнять его неукоснительно. Максим Владимирович, смотрите, у нас у журналистов конечный продукт, информационный продукт существует, собственно, ради чего мы этим и занимаемся, в виде интервью, выпуска передачи и так далее. И существуют этапы при подготовке к выпуску этого продукта. Правильно ли я понимаю, что даже при подготовке информационного продукта на каждом из этапов, при условии, даже если не вышел продукт, то 171-я тоже применима? Да, вы правильно понимаете положение данной статьи, поскольку даже если мы возьмем раздел 5 Уголовного кодекса Украины, особенно его участие, который, собственно, и содержит в себе положение 171-й статьи, он озаглавлен и говорит о том, что речь идет о преступлениях против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина. То есть речь идет о нарушении права как такового. Данный раздел Уголовного кодекса не всегда предусматривает определенного рода последствия, как мы привыкли, скажем так, если можно так выразиться, в классическом понимании преступления как такового. То есть нарушение права на профессиональную деятельность предусматривает статья 171-я по отношению к журналистам. Именно поэтому законодатель и внес в нее положение относительно других действий журналиста, нарушения других профессиональных действий журналиста, не приведя исчерпывающий перечень. В данном случае, если мы говорим в контексте вашего вопроса, то да, действительно препятствование на любом из этапов и, по моему мнению, в случае даже не выхода информационного продукта, не по причине его препятствования, подпадает под действие статиста 171-го Главного кодекса Украины. То есть подытоживая, получается, вышел продукт, не вышел продукт, на любом из этапов, как пример, да, там, на конвейере условно, даже если не вышел репортаж, интервью, передача, если мне препятствовали, то подпадает под 171-го Главного кодекса Украины. Да, если в этот момент времени вы выполняли свои профессиональные какие-то обязанности, да, задачи, которые перед вами стояли, как перед журналистом, вы снимали, предположим, как вариант, да, тот или другой репортаж, и в последующем не выпустили его, то наличие препятствования будет подпадать под действие статиста 171-го Главного кодекса. Максим Владимирович, благодарю за пояснение, потому что, действительно, крайне важный вопрос, поскольку я, как журналист, и общаюсь с многими журналистами, практически ежедневно они сталкиваются вот с такой проблематикой, а у нас, к сожалению, скажем так, в судебной практике, как оказалось, довольно мало примеров законного решения, вынесения, ну, как бы, как это правильно сказать, приговоров, да, по статье 171. Поэтому благодарю вас и крайне благодарна за помощь, потому что поможет в работе. Спасибо. Всегда, пожалуйста, обращайтесь.